без каких-то особых разгонов сразу начинаем пикать потому что у меня прошло по сравнению по сравнению связь с предыдущим там видосом там буквально 5 минут перекурил да и все поэтому сразу начинаем пикать без предисловий forest gum и психо по разгон паразиты и день сурка нежно люблю день сурка не смотрел паразитов и не планирую про историю про всю знаю не особо цепляет как бы эта идея много уже чего посмотрено на эту тему конечно же и день сурка черт побери я посмотрел дохера инкарнации его и был день курка вот относительно недавно и куча еще всяких там palm springs до из относительно свежих в общем фильмов с этой идеи более чем достаточно но день сурка все канон был первым мир ему няша сурок няша все няши и так далее день сурка interstellar и хижина в лесу хижина в лесу отличный фильм но interstellar мне кажется по интереснее потому что хижина в лесу все таки деконструкция до жанра у хорошая может быть мне показалось может быть какие чуть чуть не дотянута местами но в целом очень крепкая interstellar все таки сам по себе более оригинален поэтому interstellar пункт назначения и груз 200 пункт назначения лучше уж смотреть на веселую расчлененку чем на грустную ребенок розмари и амели амели у нас такая одна раза ужастиков много разных поэтому амели ход фьюз и остров проклятых остров проклятых великолепен скорсезе лучший режиссер из живущих-то уж точно в моем личном рейтинге но ход фьюз я настолько люблю что поставлю его выше иллюзия обмана и зеркало иллюзия обмана проходной совершенно фильм которая не запомнил что-то вообще происходит до на айзенберга и на харрисона приятно смотреть но не более того зеркало ну мастерская работа с шикарными актерами конечно же как бы тема там с отцом если кого-то волнует то сильно зацепит если нет то нет может быть меньшей степени это я сейчас не буду разгонять эту тему да потому что этот на полчаса утону если разговаривать об отношениях с родителями начинать разговор тема для вообще отдельной беседы слишком и это многогранная и сложная тема чтобы сейчас можно было проговаривать поэтому здесь конечно в этой паре зеркало андалузский пес и с широко закрытыми глазами на меня не произвел впечатление широко закрытые глаза но наверное в этой паре не очень корректно все сравнивать но я все равно пса кликну просто просто потому что так захотелось не высоко и ценю там эти широко закрыты и так далее джанго освобожденный и la la land la land только за открывающую сцену можно посмотреть и на этом закончить джанго освобожденный великолепный фильм который смотрится на одном дыхании от начала до конца ли он и лицо со шрамом ну по крайней мере у нас тут два боевика сравниваются в жанрах легче аль пачино молодец лицо со шрамом отличный фильм но ли он за счет вот этих вот архетипичных персонажей и вот этой вот истории он смотрится конечно же круче и запоминается сильнее новую субъективно может быть кому-то больше но все-таки лицо со шрамом вот я не не ставлю ниже например славных парней там без ниже бешеных псов то есть у нас есть масса хороших криминальных историй до экранизации каких-то отличный фильм лицо со шрамом до ли он лучше безусловно ли он попробуем разогнаться чем может может пройдем сейчас этот квест черт побери унесенные ветром и прибытие поезда прибыли на вокзал и это прибытие поезда посмотреть стоит просто потому что он там две минуты занимают посмотрели и говорить а я смотрел больше ничего в этом нет внесенные ветром книга лучше книга великолепно первое продолжение там слабовато зачем я их читал продолжение эти но на самом деле первая книга великолепно читается наверное это вообще первая книга в которой скажу в которой я увидел мне показали как бы еще подростку конечно же то есть внутренний мир сильно независимой женщины то есть у нее такая как бы рабочая совершенно мотивация до никогда я не буду там больше голодать все очень просто то есть из ванильной кисы она превращается в жестокого довольно таки человека и хищника раскрывает в себе этот потенциал это это передано все очень круто история очень хороша сама по себе то есть она опять же у них закрывает определенную страницу истории какую-то да то есть они там бесконечно рефлексируют о своих проблемах и молодцы кстати я имею ввиду писатели американских у них история не не длинная до страны вот события были для них важны и очень хорошо что они в на эту тему пишут и так далее хотя я думаю что тот же бирс который может случайно мосту через савинный ручей например сильнейший это делал гораздо короче гораздо ярче на мой взгляд то есть менее ванильная и очень круто но у него была свою то есть я к тому что чувак у него мне кажется был потенциал амброза бирса написать прям роман да об ужасах скажем так войны своей вот гражданской я имею ввиду и у него бы был шедевр но этого не случилось сослагательного наклонения в истории нет поэтому мы говорим о том что есть женский взгляд на как бы на войну наверное ну это не с не столько на войну но просто вот такой женский роман который внезапно с большим интересом читается довольно это внезапно не так часто это происходит на самом деле с мужиками когда такие вещи так хорошо работают за счет прямо вот всех составляющих немного и на могу назвать наверное женских романов которые вот прям так хорошо запоминаются я сейчас продолжаю говорить про книгу фильм ну фильм и фильм то есть он еще стала ванильнее еще душнее хотя меня конечно в душноте трудно переплюнуть менее вот но здесь она унесенный ветром до богемская рапсодия и джентльмены удачи богемская рапсодия боёпик то есть как тут оценивать насколько какие у меня мелодия как оценивать по каким качествам оценивать бои боёпики насколько достоверно переданная история этой группы ногу и упрекают там фильм упрекая что ни хрена не достоверно то есть насколько это близко к оригиналу да посмотрите оригинал тогда зачем вы смотрите копию вам хочется посмотреть художественно рассказанную историю об этих людях то есть вам не хватает если материала там фан-база там и прочее ну пожалуйста смотрите но это ж не художественная ценность во всем этом какая но постановка да хорошо то есть я не понимаю нет я естественно могу разогнать и объяснить почему этот и эти боёпики то есть продолжают сниматься и людям это интересно я просто не разделяю не то что не понимаю не разделяю наверное как бы интереса к такого рода вещам меня был период когда я прочел огромное количество там мемуаристики различной и там есть масса очень интересных образцов там даже например я не знаю начиная с садоевцевой на берегах сена на берегах не вы отлично книга написана сама по себе пусть там скорее всего недостоверно многие вещи переданы но читается она очень хорошо и любопытную масса таких там даме мемуаров не говоря уж о военных мемуаров или каких-то там важных личностей типа деникина или там гудериана которые ну просто тебе интересно как эти люди мыслили да и действовали что и как они все это от рефлексировали что с ними происходил это люди влиявшие все таки на на ход истории в определенные моменты поэтому конечно же интересно прочитать то что сами ли эти люди о себе и пишут вот а здесь ну как бы если говорить об огранизациях то для меня тут все становится очень спорно и шатко потому что если бы это сам сами участники например написали какими-то мыслями делились то это была бы уже документалка правильно боёпик от 7 все-таки немножко не то чем я распизделся джентльмена удачи совершенно лишние цвета законопослушный гражданин и терминатор первую первому терминатору я очень спокойно отношусь то есть меню я не угораю по нему совершенно самая идея конечно же хороша но так как она была реализована во второй части это просто топчик вообще без вариантов первый терминатор ну такой как бы один из многих проходничок все таки да наверное иди а что раньше не было там или эта идея была непопулярна там противостояние машины там и человека я уже говорил вот там космическая одиссея пожалуйста на 30 лет раньше и все равно у нас робот против человека ну здесь машина законопослушный гражданин даже не погуглил как его как его зовут не хочу сейчас гуглить о царя нашего спартанского поэтому просто пик ним на все равно терминатора потому что законопослушным гражданине я понятия ничего не имею вполне наверняка в своем жанре он хорош терминатор ценю не сильно но в данном случае конечно же у нас терминатор побеждает второй тур он не пройдет но мы вряд ли доберемся до второго тура кэри и китайский квартал здесь я смотрел в этой паре только кэри про китайский квартал не знаю ничего поэтому пикаем кэри крик и трудности перевода обожаю трудности перевода как там сыграла сыграла эта пара все очень эллигично сентиментально на полу тоннах крик ну стандартный ужастик кстати гораздо позже я узнал про мунка и про крик и про то что вы оттуда это за маска это прямое заимствование да но в общем так крик я больше люблю как источник пародий в очень страшном там кино там и так далее чем сам фильм поэтому ну и в этой паре конечно же трудность перевода выигрывают по прямо нам red ретро пара досталось похитители велосипедов простая история социальная драма восемь с половиной простая история персональная драма восемь с половиной ну наверное да имеет смысл посмотреть человеку который хочет прямо погрузиться в кино похитители велосипедов я думаю что уже не надо смотреть потому что есть более как бы сильные фильмы и более актуальные темы современные вот поэтому наверное в этой паре ничего бы не порекомендовал ну то есть восемь с половиной ценитель ты и так уже посмотрит хрен там рекомендовать а в раком а для кого он еще сейчас может быть кроме как для людей которые вот прям хотят окунуться да поэтому ну лидию конечно восемь с половиной как фильм сильнее сделан лучше сделан и чё тут говорить форсаж и форсаж и космическая одиссея форсаж спинномозговое развлечение космической одиссея великолепный фильм до сих пор смотрится на одном у меня на одном дыхании это я уж конечно привет пока ее охуел совсем какой там на одном все-таки он достаточно неспешный но он а охуеть какой современный совершенно не ожидаешь от фильма 50 лет недавности такого уровня подачи материала и такого уровня спецэффектов то есть интерьеры кораблей операторская работа все очень круто темы подняты крутые фильм будет актуальным еще долго уверен и вообще очень его полюбил неожиданно для себя причем лофт и малхолланд драйв лофт я не смотрел но я про него подочитал то есть эта история в опять же банальная сколько сколько экранизации было то есть группа людей которые считают друг друга друзьями приятелями сталкивается с ситуацией когда один из них крыса вот и начинают друг о друге выяснять всякое короче не будите спящую собаку еще одна вариация вот и уж лучше если например выбирать между лофтом и даже нашей экранизации до опасный поворот экранизациями виду нибудь спящую собаку то конечно я бы лучше пересмотрел опасный поворот пристали отличный автор вот и все там хорошо малхолланд драйв очень хороший в опять же нечего добавлять то есть ты или его смотришь и он тебя цепляет или 20 смотришь говоришь на минута тень дропаешь зачем я это вообще начал смотреть два варианта как бы на мой взгляд и либо заходит либо не заходит с никаких там спецэффектов не будет это все построено на сне собаки и там и такой довольно не отталкивающие реальности которые нереальности собаками собака в общем малхолланд драйв в этой паре конечно же воин сразу отлетает потому что это спортивная история опять который я буду игнорировать сознательно и исчезнувшие исчезнувшие особого прямо впечатления не произвела но неплохая история как бы я даже скорее скажу чтобы пожалел времени потраченного на фильм чем похвалил его ни один бы не порекомендовал том харди можно посмотреть в других фильмах на его игру не здесь не обязательно проходники эффект бабочки и один дома один дома конечно же слишком мало у нас хороших комедии чтобы пренебрегать такими как бы такого уровня комедиями соляриз и человек с киноаппаратом про человека с киноаппаратом только читал не более того то есть так как мне не нужно я не режиссер не операторы и даже не и актер мне не особо нужно нужно смотреть историю кино да как бы что-то посмотрел что-то нет ну и все соляриз книга лучше все но из этой пары соляриз американская история x и лабиринт фавна интересный выбор потому что истории достаточно обе такие жестокие в общем-то и темы серьезные но с учетом того что истории x я только до середины посмотрел не могу целиком оценивать по причинам которые неважно я говорил что не буду отсылать там в прошлом каким-то вещам поэтому ну вот наполовину посмотрел фильм лабиринт фавна целиком и он как законченная история то есть лабиринт фавна посмотреть по фавна посмотреть половину это значит что вообще не не догнать историю что там происходило ну конечно им прошу прощения сейчас ее можно дочитать наверное и прямо не сильно все испортится лабинт фавна это очень красивые визуальные образы в первую очередь то есть которые и помогают до посмотреть на эту историю которая сама по себе не очень сложная вот но что в этой паре а что в этой паре днр на лабиринт фавна визуальные визуализация там история x это все-таки просто история определил определенного чувака и изменение его взглядов там в общем понятность нефть и техасская резня бензопилой льюис гениальный актер нет носферату 22 года то есть то с чего все начиналось и отверженные не рекомендовал бы ничего из этого отверженные это мюзикл который вообще по моему жанр умер давно и протух и вообще мюзикл в двенадцатом году уже снимать было мне кажется ошибкой то есть лучше бы они там не пели возможно фильм бы был гораздо лучше из-за этого ну на сфера то просто нет смысла смотреть можно там что-то подчитать при желании но вампирских и вампирскую тематику так плотно разгрузили уже что но отверженных я по крайней мере смотрел поэтому пикну их враг и суспирия суспирия все-таки оказался ужастиком я про него до пиков вообще не слышал вот враг не помню это же джилленхол по моему до актера зовут вот вылезла откуда-то его упоминали но что-то как-то не вызвало интереса описания к просмотру а когда фильм с редкой частотностью у меня пролетает там упоминается то я не вижу вообще смысла даже как бы к нему обращаться может быть когда-нибудь навсегда есть что-нибудь еще лучшее что и всегда интереснее сейчас инфопоток такой плотные да и с каждым годом все насыщеннее плотнее становится что всегда есть что посмотреть что тебе более интересно или более привлекательно поэтому фраза там это самообман я когда-нибудь потом возможно нихуя этого уже не произойдет не вызвал интереса и в общем-то канул в лету не более того что здесь выбрать ничего не смотрел ничего не могу порекомендовать чтобы посмотрел будь выбор только из этих двух фильмов ну конечно врага потому что там древние ужастики кого собственно интересует кабинет доктора каллигари ничего об этом фильме не знаю большой куш гениален вот одна одним словом охарактеризует догма и silent hill silent hill если это экранизация то лучше и в игрушку поиграть я ее пикну но я бы выкинул на втором туре потому что для меня это однозначный победитель а какой смысл дальше пикать если мы играем например в именно выбор лучшего фильма если вот прямо сейчас мне показывают лучший фильм как бы лично для меня да вот на сегодняшний день не говорю что через месяц или через год или пять лет назад это было для меня вот прям самым лучшим фильмом прямо сейчас я считаю это сад для меня для моего состояния наверное психофизического то есть догму я охуенно люблю и топчик топчик сейчас пикну но как бы там сознательно просто нужно откидывать такие фильмы и ну в общем понятно чункинский экспресс упомирую я его встречал не загуглил не интересует почему только никак не как вы живут только любовники очень ну джар машевский фильм но мне у него более другие более лучше нравятся я знаю что опять же есть фан-база у любовников красивые образы довольно вяло все то есть если там какие-то их диалоги на что-то претендует на какие-то мысли оригинальные то видимо я проспал это все или пропустил все его не оценил с со сценарной точки зрения играют хорошо интерьеры красивые ну и все то есть это не у не увидел ничего более то есть ну присыщенные там жизнью как бы и пытающиеся сами себя развлечь ну и хорошо ну в этой паре все равно выбираем конечно любовников потому что я их по крайней мере смотрел но мне не зашел катякова просчитанная слезодавилка как я думаю как я считаю привидение для своего времени охуенный фильм выпи голдберг там отдельный ей респект опять же у нас не так много в этом жанре фильмов качественных хотя это простая love story конечно же но все-таки не очень непростая с поворотом даст как бы с таким вот ну вот у нас залипла эта херня не отлипла в общем привидение американский психопат и дом который построил джек поленился я гуглить про дом он уже упоминался встречался да ничего по-прежнему о нем не знаю возможно это коэн и возможно но не факт американский психопат книга замечательная фильму спокойное отношение хотя но это бенефис байло все понятно в этой паре тут психопат побеждает что-то начал тупить сервис да но он обычно отдупляется то есть нет такого что он прям останавливается но блин вот тут он взял решил поступить а я вот здесь наверно стопанусь на минуту как бы на потому что судя по всему пересохло горло просто поэтому сейчас тут будет минутная пауза надо попить что-то Продолжение следует... 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 какие-то моменты ну дядя нам вот просто до сцена с медведем все понятно ну да и после этого то есть мне история вообще не цепляет которые там показано не вызывает никакого интереса поэтому наверное древо жизни в этой ситуации goldfinger и назад в будущее goldfinger я все равно люблю бандиану старую именно бандиану там все там много сексизма табакокурение доброе ультра насилие превосходство белого человека в общем я думаю что бандиану ранее за когда-нибудь просто запретят и уничтожит поэтому рекомендую к просмотру пока просто эти фильмы не исчезли вообще в принципе вторые назад в будущее бомбически чтобы говорить вообще все ну не а трилогии конечно о первых двух частях как они сделали double penetration это просто божественно во второй части особенно опять же для 89 года это просто был отвал башки как этот фильм сделан как он работает как все круто и как мы все ждали завязывали самозавязывающих кроссовок черт побери и казалось что кстати на момент выхода его посмотрел там буквально вот где-то в это же время да то есть казалось что ну да там как бы через двадцать там лет вот так все и будет блять нет ни хуя не будет вот суки наебали она бы уверенность к такой подиздевизм блять был какой-то прям общий настрой не то что фильм его создавал а прямо было какое-то какие-то вот эти надежды что ну да а чё вот мы с таким таким тут как бы такими темпами развиваемся что ничего удивительного здесь и нет том что здесь показано а вот так вот а вот все совершенно по-другому ну в чем-то да ну в большинстве случаев нет где блять летающие наши машины где вот это все но в общем да отличный фильм как бы с гигантской фан базы и до сих пор смотрится отлично и так далее сияние и схватка но тут схватка как бы побеждает а сияние не сияет пассажир и она пассажир это да по очередной фильм с лимом не сыном где он вроде такое потом не такое всех побеждает она по моему это с операционной системой же не смотрел оба не планирую смотреть чтобы посмотрел наверное все таки она потому что с не сыном и так много всего есть бешеные псы бешеные псы и пролетая над гнездом кукушки бешеные псы это очередной локомотив который тут раздает всех в личном моем рейтинге гладиатор и изгой гладиатор понятно что клюква но как бы а много ли у нас таких вот эпичных фильмов на на эту тематику то есть это все-таки пеплом этом фильмы шестидесятых были там и клеопатра там и все понятно бен гур все остальные попытки в общем-то проваливаются то есть я не помню после после гладиатора ну понятно что были сериалы но именно фильм какой-то чтобы прям запомнился да в этом наверное его уникальность это прям последний вздох фильмов про те времена скажем так рим про римскую империю хотя богатейшие их и хорошо освещенный пласт господи блять открываешь геродота и просто оттуда хуяришь истории блять на экран компе блять где эти сценаристы которые умеют в это все собирать в отличную там какую-то кучу да блять да я там я не знаю я ассасин крит одиссея играл только из-за того чтобы блять побродить по древнегреческим городам то есть ощутить вот это вот кто там когда ты в игре даже ходишь там по деревням по мелким городкам потом видишь блять там сам состав там сознательно так сделано да то есть ты подходишь к афинам блять ты видишь афины охуеть это блять мегаполис и то есть одно дело прочесть да в книжке там в учебнике по истории блять афины были там блять крупным городом там и так далее когда тебе это визуализируют и на это смотришь ебать как круто то наверно там было для тех времен там какой-то блять конечно варвара там когда бичуган блять приехал который блять тут кроме своей кибитки блять и хибар там своей деревне нихуя не видел и он приезжает блять в город с огромными зданиями эффектом наверно просто бомбический был но это так все мои домыслы на самом деле наверняка ничего такого не было опять же так оно происходит в моей голове короче времена охуенные раскрываются на мой взгляд крайне мало хотя вроде исторические фильмы снимаются но не снимаются по вот этим вот примитивным канонам блять и в общем сплошное разочарование а в книгах этого не передать то есть в книг художественных на эту тематику древнегреческую или там древнеримскую прям художественных я имею ввиду в жанре реализма я не вижу смысла вообще писать ну какой гону какой в этом смысл кому сейчас вот кто сейчас будет читать там просто про жизнь там я не знаю даже пусть римского там центуриона я имею ввиду художественное произведение и понятно что мы все ждем вот той истории которая на реддите там лет десять назад хайпанула когда 9 американская дивизия да на учениях провалилась именно в древний рим то есть вот такие ситуации то есть по ну понятно чтобы подальше вообще блять у нас мало хороших фильмов пропаданцев при бы все пиздец популярность этой темы блять где россия россии вот российский кинематоргов должен блять каждый месяц по фильму пропаданцев выпускать только хуярить их там блять в разные эпохи и времена где все это блять уже блять до холопа как бы докатились деконструировали этот момент до что уже имитацию там блять попаданчество блять делают и обсмеивают ее ну блять а где хороший фильм про попаданцев ну что такое где мой янки блять из конниктикута в конце концов где блять вот эти все дивизии блять которые ебашатся мне сука я не знаю там со шведами блять под нарвой где это все требуем блять давай блять короче гладиатор и изгой гладиатор блять хуяры вот но очень эффектно сделанное и блять удивительно что опять же там же по моему хоакин феникс императора играет комода вот блять феникс там охуенина просто в роли императора ну и блять конечно же генерал максимус тоже огонь который на себе тянет весь фильм все замечательно в этом плане то есть охуенные актерские работы как костюмированный фильм отлично смотрится как бы эти история шляпа полная просто блять не выдерживающая ничего блять и вот но тем не менее фильм все на охуенный изгоя я ценю выше потому что это правильно переосмысленная робинзонада да там кому-то нахуй нужен сейчас блять изолированные 60 от всего ты блять никому не нужен жизнь пройдет дальше и вот ты можешь блять возвращаться сука на свой остров пять лет блять в изоляции и ты ты уже хуй ты интегрируешься обратно в общество блять то есть как быстро можно вебаться уйти в маугли и никогда не вернуться уже оттуда там в тарзана да ну блять опять же это же изгой это очень джек лондонская история она и киплинговская с одной стороны потому что маугли да это там как бы успешное освоение ну и понятно что это дефо да как бармензонада нас всегда отсылает уж если человек был первым в этом жанре то пиздец вот и при этом как бы ну очень понятно чё я буду рассусоливать короче изгоя ху я считаю лучше он охуенный фильм гладиатор неплохой а здесь все сделано как надо и правильный акцент расставляет храброе сердце и земляничная поляна храброе сердце в общем то нужно корректнее сравнивать с гладиатором у лес есть хорошие разборы и фильма и хорошо шутки у стендаперов тому некоторых у зарубежных неважно я вот уже к ударе там отъехал ну это можно вообще проехать эту тему короче мэл гибсон храброе сердце отличный костюмированная история как бы опять же несложное все хорошо правил правильная экранизация земляничная поляная до этого говорил что знает что это и так далее это бергман вот поэтому наверняка фильм то не будет не сильно плохой то есть я уже говорил что зачем мне эти отсылки в прошлое общем тут я низко низко ценил какие-то фильмы просто по названию по кадру а в тут проходников то откровенных нет пусть это старые фильмы но это или известный актер известные блять режиссеры то есть фильмы знаковые в свое время может быть вот там земляничная поляна да ну там день из истории из жизни там короче чувака переосмысливает ла-ла-ла кто будет смотреть я хуй знает ценители творчество бергмана нет я наверное никогда уже его не посмотрю храброе сердце ну конечно же было посмотрено и поэтому мы его пикаем потому что я просто про поляну ничего кроме описания не знаю как фильм я его оценить не могу зеленая миля и багровый пик багровый пик вроде под ним под него даже блять у меня мелодия я хочу фончиком все-таки музыку оставлять час на вернусь кликну а все он кликнул вот чё-то я уже даже при пробу про него подчитал то есть там это то ли триллер то ли по моему триллер то ли триллер то ли хоррор от кого-то из маститого то есть или это и блять я не буду режиссеров перечислять короче какой-то известный режиссер свое время какой-то снял неплохой триллер ну и замечательно зеленая миля конечно же безоговорочно тут побеждает властелин колец ибо и или гарри поттер властелин колец братства кольца то есть первая серия или гарри поттер и философский поют камень тоже первая серия пустелин колец история больше ой блять идентификация или пленницы опять же лин холл во случае я не помню идентификацию кстати я узнаю актеров да это же у нас получается такие что такое бандитская в них во всех карты деньги вот этот пацан вон тот вот в славных парнях по моему что-то тут криминальное блять происходит не 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 подгугливал не потому не по по второму фильму даже описаний смотреть ничего не буду чтобы посмотрел если бы вот так вот наугад скорее идентификацию хотя мне кажется фильм будет попроще но по криминальней может там кого-то жестоко расчленят процессе судя по кадру кадр это намекает было бы на что посмотреть безумный пиро и нокдаун спортивные как бы драмы и прочее спортивного жанра я вычеркиваю автоматически поэтому здесь выберу безумного пиро которого смотреть конечно же никогда не буду при том что все мы ну уже наверное не все мы что уж вот кто сейчас можно ли сейчас смело говорить что вообще бельмондо кто-то любит да ну да есть один фильм там профессионал ну в общем то который от него остался во все его там большой биографии те там ценители до французского кино или конкретного актера могут часа блять там вот 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 и вот и вот охуенный да какая разница в нынешних реалиях все то есть эпоха прошла и до свидания но здесь я все равно его пик ну потому что потому что минус драмы вот затмение у нас прямо вот здесь я отошлюсь блять прямо с первого видоса где блять по идее должен быть аллен делон блять нихуя у нас не и не пахнет делона в кадре ну неважно то есть если мы говорим про название фильма то это фильм с алленом делоном кадр никакого отношения не имеет к фильму смотрите его конечно же не буду мертвая зона я не посмотрел фильма но книга одна из моих любимых я считаю лучшие у кинга дико нравится экранизация просто не стоя понимаю что кристофер уокен вряд ли он плохо сыграл но как бы есть общее убеждение о том что king экранизируется крайне плохо то есть редко его удачно экранизирует я зачем я буду тогда себе портить впечатление как бы хорошее впечатление от книги и сидеть там морщится да как типичный там кино книга фанат книга любителя поэтому здесь конечно мертвая зона но из-за первоисточника страх и ненависть в лас-вегасе и огни большого города огни большого города можно взять просто нарезкой если там есть скетчи не более того уже история как бы довольно древние сентиментальная страх и ненависть есть своя фан-база я к числу их не отношусь посмотрел по моему даже два раза и оба раза без интереса то есть ничего во мне не не откликнуть hunter thompson там вот это все но пик ну конечно страх и ненависть потому что как фильм он сильнее работает три билборда на границе бинга и седьмая печать 7 печать бергман три билборда все обсуждалось чтобы я здесь предпочел посмотреть наверное все таки сначала три билборда до оба фильма я не смотрел три билборда сначала потом седьмую печать если выбирать из них двоих билборда я скорее всего все-таки посмотрю из-за сэма рокуэлла в первую очередь седьмую печать скорее наверное даже если до нее дойдут руки и и просто проскроллю поэтому здесь наверное три билборда хотя и не уверен что он там но это все-таки седьмая печать это совсем-совсем притча да то есть и и аллюзия три билборда тоже ну а нам все-таки больше история чем притча да нахуй его знает как вот билборд надо посмотреть святая гора и грязные танцы возможно даже грязные танцы и лучше но как фильм интереснее но он уже очень простенький то есть ничего там такого как бы вообще нету а возможно лучше святая гора которая не смотрел но хочу посмотреть она вы положил в заклад и посмотрел обязательно вот но пикнулись грязные танцы потому что я хотя бы смотрел как я могу опять же выбирать там потому что я хочу посмотреть подозрительные лица и такси не очень низко ценю такси не не досмотрел подозрительных лиц но все актеры хороши особенно спейси болды не настолько хорошего очень неважно подозрительные лица надо разогнаться мы он блять я уже нормально так две трети пробежали броняюсь потемкин и теорема теорема не подгуглил хотя она уже попадалась плевать на нее потемкина смотрел пересматривал недавно когда промелькнул то есть тоже достаточно давно там по-моему четырнадцатом году под шубойс написали как бы саундтрек к потемке но это все свели и стало все очень круто я именно посмотрел с под шубойсовским саундтреком ахуенно смотрится правда первая треть фильма правда не правда больше понравилось гораздо чем все что дальше происходит хотят очевидно более какие-то драматические может быть даже сцены но вообще снята классно сюжет хорош вот и для 25 года я думаю что это был просто отвал башки блять а не фильм по по всему в общем конечно то есть присыщенному кинозрителю современному трудно рекомендовать его посмотреть но опять же если человек минимально интересуется историей кино и хочет посмотреть какие-то знаковые фильмы рекомендую преодолеть в себе как бы предубеждение да какие-то блять 25 года да ну нахуй зачем мне вот это вот нет и по и хотя бы там полчасика там первых глянуть потому что да хуенно все ну с поправкой на время конечно сейчас такой фильм не выпустит но блять не все супер бойцовский клуб и мужское женское мужское женское тоже это понятно новая волна француза от какого-то там маститого режиссера авторское высказывание бла-бла-бла бойцовский клуб выбираем ничего обсуждать его отдельно old boy и шоу трума на шоу трума на семь самураев и плохие парни тем самураев за фастим пустоши и синий бархат спокойно посмотрел синий бархат достаточно давно спокойно к нему отношусь пустоши не смотрел и не собираюсь очередную инкарнацию тем более устаревшую то есть лучше уж посмотреть этих как они там натуральные убийцы тому с харрисоном опять же прирожденные убит если уж смотреть бонни клайд то лучше уж в стоуновском исполнении чем вот в этом вот истории все одинаковые в общем-то синий бархат хотя не в восторге от него и не хочу даже комментировать проходники ночи в стиле буги и гравитация гравитация кинотеатре смотрелось охуенность то есть на это бы и был расчет все эти сцены в космосе очень эффектный фильм сам по себе слабенький простенький но как бы он четко для кинотеатра четко для того чтобы любой фильм где говорю рассказывается космосе у меня сразу плюс 100 очков к нему потому что надо иногда смотреть в небо они вот карандаш как вот здесь туринская лошадь и список шиндлера очень смутно что-то в названии теплица туринская лошадь наверняка это тоже какой-то очень маститый режиссер как и практически здесь все кто представлен список шиндлера чего хотят женщины и отрочество чего хотят женщины отрочество не смотрел и не собирают уродцы и дурак говорят хейтери там этих уродцев после выхода будет просто страшно ну то есть это же фрик-шоу экранизация скажем наверное что из этого посмотреть да скорее уродцев тематика тоже нож можно припасть к первоисточнику и немножко от него абстрагироваться шоссе в никуда и останься шоссе в никуда американский пирог и догвиль минус американский пирог плюс догвиль крепкий орешек и драйв я не знаю как вообще кто здесь в этой ситуации как пикнул драйв голгофа и хребет дьявола я уже говорил раньше что хребет дьявола понятия не имею скорее всего ужастик естественно это хуй бы там плавал потому что здесь другие фильмы сравниваются хребет дьявола это дель тора задумывал трилогию и лабиринт фавна это часть трилогии то есть видимо объединенный там временем и местом то есть хребет дьявола это жестокая там довольно история из того же периода но менее может быть фанта фантасмагорично я фильм не смотрел но понятно что если у чувака там был единый какой-то концепт да хотя наверняка хребет дьявола он же позже по моему вышел чем фавн то есть он по горячим следам он менее оказался видимо популярен потому что трилогия не появилась то есть ему видимо не дали денег на третью часть блять как бы на вот это все поэтому не думаю что есть смысл его смотреть то есть но опять же хочешь посмотреть какую-то жестокую историю там из времен войны далекой испанской ну смотри нет ну все мимо проехали не думаю что там есть какая-то визуализация прям огонь которую можно сравнить с фауном который тоже в основе своей просто жестокая история красиво рассказано и поэтому голгофа голгофа фильм отличный может быть они в своем жанре то есть если бы я смотрел оба фильма там пришлось посложнее по выбирать что ли что рассказано лучше да но мне кажется все равно так как голгофа это гораздо ну как сказать это очень христианский фильм да а стадиях там принятия гнева и прочего мне было все равно я бы его все равно пикнул побег из шоушенка и великий гэтсби как художественный фильм наверное оставлю побег из шоушенка выше как историю как бы как фильм который можно включить фоном и залипать в него регулярно даже если там смотришь третий четвертый раз он очень хорошо сделан как такой эпик но великий гэтсби мне дико нравится за образы за все если бы еще не тоби магуайр был бы вообще хорошо сама история достаточно хороша опять же ну мы все любим трикстеров то есть мы любим аферистов вот этих вот с двойным дном и что у них есть огонек который им светит с причала то есть не все потеряны для таких людей а не до конца потерянных душах да все это очень лирично и безнадежно и все и все равно охуенно сама история очень очень хороша и экранизирована хорошо великий диктатор и метрополис естественно слышал про метрополис как право сегодня антиута и так далее не не хочу про уже пропущу возможно я ошибаюсь и он не хуже там чем опять же если мы говорим о фильмах 1920-х годов возможно что это и уровня там броненосца потемкина что-то достойная просмотра но уже что-то сложно до переубедить человека который не не хочет вот великого диктатора посмотрел в свое время с удовольствием сейчас он очень медленный там мало гэгов то есть можно просто посмотреть самые яркие сцены я думаю вот выход его финальный конечно где он обращается к народам вам как в режиме грета тумберг довольно но для своего времени то есть а к тому что уча при набрать заимственно всего приема всяких так далее при том что и сам тонко компилятор во многом да но так как он это визуализировал так как он это перенес на экраны это стало просто образцом для подражания во всем во всем он для для дохуя чего первоисточник с его там бешеной популярностью для тех лет и влияя влиятельность его конечно сложно переоценить но в целом от фильма у нас осталось только сцена вот с с планетой до танец этот знаменитый и вряд ли кто-то сейчас захочет что-то больше из фильму выжить хотя фончик он вполне мило смотрится я его смотрел потому и пикну хотя метрополис там все рекомен если вы там этот жанр только мы очень плевать исходный код и бёрдман бёрдман охуенен запыхаю на общество мертвых по это в которой я вообще не досмотрел хотя понимаю блять к но кто не любит рубина уильямса да охуенный актер и все тут на нем в общем-то ну не может быть не только на нем но все равно очень много на нем здесь держится и один из друзей уши на которые быть да вы собрали кучу хороших актеров в одном месте но фильм там короче 2 2 шляпы на букву о выбираем из двух шляп на мой субъективный взгляд не надо тут жопой гореть если кому-то нам нравится то или другое наверно общество мертвый поэт солнцестояние и таксистом состояние оказалось шведским триллером я так понимаю что что-то типа соломенного там человек там так далее все вот эти вот то есть деревенские заебы традиционализма которые превращаются в жуткое какое-то жуткие культы там извращение и прочее ну мы знаем историю хлыстов на по хлыстов ства например да в россии я думаю только на нем на его базе тем более что есть монография там описаны масса там каких-то интересных случаев там можно такие блять фильмы снимать на этом материале просто пиздануться можно те у нас в деревнях творилось там девятнадцатого века причем это сдокументированная история блять какой там нахуй балабанов вообще таксист бегущий по лезвию и отступники бегущий по лезвию баффало 66 и игра баффало даже не слышал наверняка что-то в этом есть игра 5 элементы челюсти 5 элемент отель гранд будапешт и завтрак у тиффани завтрак у тиффани я только читал экранизацию не стал смотреть до одри хёберн там и так далее да мне блять книжки хватило чтобы понять что мне ни хера не волнует отель гранд будапешт но у меня в топе любимейших фильмов и вообще не из-за истории я очень смутно кстати помню что там вообще происходит ну то есть если напрячься я воссоздам сюжет там в своей голове и вспомнил кто кто за кем стоял но по факту для меня это просто охуенная картинка все время я просто смотрю и наслаждаюсь есть несколько фильмов которые мне от которых меня прет вот просто из-за визуаза визуальности да все и вот это вот это там был город греха 1 там в общем такие вот вещи не буду сейчас залипать на этом сейчас опять распичусь на полчаса нахуй сейчас я не для этого здесь отель гранд будапешт убить билла и 1 назад в будущее который мега охуенин 2 мне нравится все-таки чуть чуть там на пол шишечки больше и 2 назад в будущее я уже здесь пикнул поправка на это убить билла вот кстати убить билла относится тоже к тем же это как и отель гранд будапешт плевать абсолютно на сюжет картинка бесподобно убить билла забавные игры и довод довод понятным даже новом стоит на первом плане фильм который недавний обсуждаемый большинству не зашел я не собираюсь его пока смотреть незачем вот совсем будет без рыбы тогда и да то есть скорее всего нет забавные игры даже не под гуглил если он и попадался не интересует чтобы здесь предпочел посмотреть ну да вот конечно потому что все таки ну что же что же он там пытался донести до револьвер и шестое чувство револьвер при опять же его недостатках но это лучше чем фильм 1 твиста пианист и достучаться до небес достучаться до небес мечтатели по-моему гадар да опять знаменитая сцена пробега нет и какой гадар нахуй нет блять не может быть но это же тоже там они повторяют просто все я вспомнил они повторяют а вот сцену пробега по галереи по картины хуйню хоть несу мечтатели волк с уолл-стрит мечтатели молодежной конечно волк 100 волк с уолл-стрит ну скорсезе блять скорсезе пикаем за дикаприо скорсезе начало и парк юрского периода начала изгоняющий дьявола отличный кадр кстати тайное окно джонни депп изгоняющий дьявола блять там этот тайное окно ну дятина чужой и порочные игры чужой гражданин кейн и молчание ягнят много очень сказала гражданине кейни чем ближе к американской культуре тем ценнее просмотр этого фильма вот одной фразой поэтому молчание ягнят hopkins конечно мега крут карты деньги два ствола и классическая до убийство восточном экспрессе было был ремейк относительно недавно там сколько-то лет назад я помню даже в кино не уходил были времена гарды деньги два ствола до низкобюджетная низкобюджетный ахуенчик большой любовь ки девушка с татуировкой дракона опять же у многих должна на этом моменте гореть жопа потому что как бы мы все знаем блять еще один ну когда же я отфильтрую это обобщение есть фана огромная фан базу большого любовского и я к ней не отношусь я посмотрел фильм и для себя в нем ничего не нашел хотя блять я собственно может быть и поэтому потому что ну он это я и есть по большому счету чувак который чилит блять и в рот ебал все блять а вот сейчас она кнопку не успел нажать какой смысл смотреть в зеркало полтора часа если ты не нарцисс да то есть я не знаю что что творят другие люди с зеркалами для меня зеркало в моей жизни это в день может быть занимает секунд 30 блять в лучшем случае так чисто глянуть на себя блять не не пиздец ли там еще наступил какой-то но не более того то есть мне по совершенно до пизды вот и и в этом конечно же то есть по идее большой любовский должен быть у меня наверно номер один фильмом но нет он им не стал у меня просто не трогает ну что ну как бы а чё он он мне не сообщает абсолютно ничего нового фирменные коэн оске диалоги да там есть хорошая актерская работа да там есть но вот почему то такой вот не случилось как бы хи химии не произошло в общем надо статуировка драконок полмая книги то ли книжку прочел фильме я смотрел блять он абсолютно выветрился у меня из памяти этот американский уже или еще там норвежский или что понятия ними короче вообще на него до пизды большой любовских хотя и никакой особой любви к нему не питаю блять те же пары кстати подставляют практически убойные каникулы и 1 плюс 1 убойные каникулы меланхолия и брат брата конечно же у нас есть фан база и наверное здесь я пикну его хотя опять же много чего могу не буду говорить мертвец и крестный отец меня оба фильмов как бы оба фильма понравились в достаточной мере впечатлили крестный отец просто менее до аллегорическая более цельная реалистичная история с охуенными актерами в мертвеце все держится в общем-то на двух актерах до на их взаимоотношениях и там фильм метафора там и так далее чтобы порекомендовал наверное уже ничего чтобы сам пересмотрел ну скорее крестного отца хотя никаких у меня претензий к мертвецу нету при этом например вот если бы блять каким-то чудом у меня появилась компания там какие-то люди которые предложили там выбрать фильм там посмотреть может быть я и навязал бы мертвеца в этой ситуации между фильмами выбирать него была бы больше интересна реакция при просмотре других людей чем своя собственная там или мое отношение к фильму какая-то ебанина что я загоняюсь короче мертвец отличный фильм крестный отец отличный фильм крестный отец выигрывает пизду рассуждать небо над берлином и пила небо над берлином не смотрел поэтому пила тем более первое и все же лоренс и терминатор 2 судный день терминатор 2 мы как бы победим блять сегодня этот пик ебаный конформист и планета капекс интересный кадр кстати из конформиста надо будет под гуглить по прочесть про него наверняка хороший фильм планета капекс потому что смотрел кэвенспейс молодец игры разума и гранд орина игры разума про клинтеисту да я уже распинался и так далее безумный макс и пи по-моему в ровно такой же вот прям все и все и было парочки безумный макс муха и бесславные ублюдки бесславный ублюд левиафан и на игле вот тут кстати хорошее совпадение в том плане что но они хотя бы одного одного уровня до на игле милота во вторую часть не смотрел вряд ли будут смотреть спортивная у это и мама одаровский хороновский все 12 разгневанных мужчин и курьер курьер великолепный фильм но 12 разгневанных мужчин мне наверное нравится больше зеленая книга и основной инстинкт зеленая книга джокер и малышка на миллион малышка на миллион очень спокоен к джокеру славные парни и престиж славные парни джо пеший охуенен рыбакоп и на западном фронте без перемен рыбакоп на западном фронте прочесть и не посмотреть рок-н-ролльщик и брат якудзе брат якудзе однажды в голливуде и хиросима любовь моя однажды в голливуде хотя его не смотрел на хиросиму тоже не смотрел чтобы я хотел посмотреть больше однажды в голливуде поехали дальше марсианин и под покровом ночи у я тут жопа на треть кадра зачем тебе такая сомнительные художественные ценности но прикольно добавляет образности надо погуглить про него чувство фильтр вообще зачем режиссеру нужно было это что блять хотел сказать автор этими красными стенами блять видимо глубокий символизм во всем этом наблюдаем мы марсианина я смотрел по этому пику и его езду цельнометаллическая оболочка и внутри льюина дэвиса внутри льюина дэвиса это коины как я под гуглил потому что я пропустил как бы видимо на время выхода фильм мимо пробежал цельнометаллическая ну известная история кадр кстати очень очень хороший монолог сержанта здесь великолепен жестокая как бы история ну да в общем то иногда нужно наверно показывать давать фильмы хотя вот цельнометаллическая оболочка чисто американский как бы фильм а есть например кислородное голодание про нашу дедовщину по-моему белорусским что ли так вот кислородное голодание лучше чем цельнометаллическая оболочка но у нас тут мы же выбираем то из вот этих вот двух амита оболочку хотя бы смотрел поэтому пику и и какой смысл пытаться выбрать из того что нет брюс всемогущий венера в мехах очень спокойно отношусь к обоим фильмам чтобы пересмотрел наверное венеру в мехах при всем уважении к джиму керри джазе только девушки и каллигула каллигула головокружение и властелин колец две крепости тут просто уже они как бы их оба хорошо помню уровень засмотренности властелина колец довольно высок если оценивать то есть по художественности по всему да все наверно властелин колец как бы не знаю головокружение отличный конечно но не настолько чтобы перебить удовольствие от сказки черный лебедь и королевство полной луны очень невысоко ценю оба фильма на меня не как бы никакого там не цепляют но и просто андерсона пик ну просто потому что тема у нас пошел наконец-то второй раунд и мы выбираем из уже из тех кого знаем и начинаются сложные выборы сложные на сложных вещах а кстати сколько у меня по времени все это уже прошло блять я сейчас не посмотрю потому что я убыску блять умудрился свернуть да вот я молодец бля тогда я нас наверно поставлю на запись наверное все таки смысл блять смысле остановлюсь чтобы второй раунд запустить со следующего видоса зачем я не знаю но тем не менее потому что тут уже опять же на час я намотал а длинными блять более чем часовыми кусками я не хочу лить видео блять не вижу вообще в этом смысла мне самому неудобно потом переуслушивать час это и так слишком уж дохуя на самом деле поэтому ну что он как бы сейчас у нас будет вторые раунд второй раунд внезапно сегодня все-таки проскочил я блять но ускорял как и не хотелось бы сбрасывать ну поэтому сейчас стопа ну там кофейку и сделаю и запущу второй раунд если получится